Угроза с польской стороны будет только тогда, когда раздастся первый выстрел со стороны Польши на белорусскую территорию. Я хорошо знаю, что собой представляет Болонез и, конечно, с некоторой завистью иногда поглядываю на это оружие. Зеленский замандражировал тогда этому хлопчику, который, извините за выражение, стал сопли пускать туда. Тогда был командирован, вы знаете, Ллойд Осин, который дал Зеленскому приятную таблетку в виде 100 миллионов долларов. Вы знаете, мне показалось, что вот эти бомбежки в газе, они гораздо страшнее, чем это делали игиловцы в Сирии. Чем сильнее грызутся наши враги, тем легче нам придется решать свои стратегические задачи. Виктор Николаевич, здравствуйте. Добрый день. На прошедшем саммите ОДКБ в Минске белорусский лидер заявил о том, что тактическое ядерное оружие России, которое находится на нашей территории, оно не несет угрозы другим странам и, более того, является грантом безопасности в нашем регионе. А по вашему мнению, как с появлением тактического ядерного оружия в Беларуси в регионе изменилась обстановка сил? Ну, так сказать, чтобы поляки сразу разбежали с мокрыми штанами. Я этого не наблюдал. Но паники было немало. Как вы спрашиваете, мне изменилась обстановка. На Беларуси стали поглядывать с большой осторожностью. На словах, конечно, еще там брызгают ядовитое членое со стороны Польши, со стороны Германии, там и других. Но все равно в Можечку держат мысль о том, что на территории Беларуси есть ядерное оружие. Это достаточно серьезный отражающий факт. Да вообще, феномен существования ядерного оружия, несмотря на его всю грозность, это все-таки серьезный сдерживающий фактор. Я думаю, что с моральной точки зрения это хороший фактор. Может быть, там кого-то из натовских ястребов это будет отрезвлять. Ну да, как вы сказали, поляки, они не то чтобы прям перепугались и куда-то там забились далеко-далеко. Напротив, подогнали дополнительный батальон к нашим границам. Ну это вы знаете, это по-польски. Это вот подогнать батальон, раздуть кадила, чтобы об этом говорили и так далее. Вы же понимаете, мало чего Польша может там говорить. Мало как она может своими войсками маневрировать. Как бы это цинично не звучало с моей стороны, угроза с польской стороны будет только тогда, когда раздастся первый выстрел со стороны Польши на белорусскую территорию. Вот тогда мы уже посмотрим, какой будет польская бравада и как мы себя поведем. Я имею в виду союзное государство. Я напомню вашим телезрителям, хотя и банальную, но необходимую вещь, что это будет нападение не на Белоруссию, это будет нападение на союзное государство. Об этом прямо, кстати, говорил Владимир Владимирович не так давно, буквально пару месяцев назад. Ну да, на выстрелы они пока не отваживаются, как вы говорите, но провокации все равно бывают достаточно серьезные. Вот я уверен, вы слышали опять же, буквально несколько месяцев назад на территорию Белоруссии несколько раз залетали польские военные вертолеты. И при том на приличную глубину, там полтора-три километра и так далее. Ну то есть провоцируют откровенно. Да, это так. Они пытаются раздражать Белоруссию. Да, они нагнетают ситуацию. Им, ну невероятно, хочется, чтобы батька, чтобы Белоруссия ответила. Это их идея фикс. И если бы белорусское ПВО сняли с неба вот этот вертолет, то это был бы желанный ход событий для Варшавы. Они бы раздули тогда кадилу, что видите, Белоруссия напала на Польшу. А вот до разбирательства, до карт, насколько он углубился, этот вертолет на белорусскую сторону, это же никого уже не будет интересовать. Хотя в таких случаях создается комиссия, снимаются объективные данные. Ну кто же до этого пойдет? Польские и белорусские штабы должны проверить. У них есть данные. Белорусское ПВО есть все, как говорится, задокументировано. Бамаги есть. Но вы думаете, что на это Польша пойдет? Нет. Если она сказала, что мы не нарушали белорусское воздушное пространство, вот этому и вертолет. Да нет. Ну что тут можно сказать? Польша все больше и больше превращается в главную натовскую овчарку, которую хорошо натравили и на Белоруссию, и на Россию. Они играют с огнем. Я думаю, что за последние годы, если когда-то Германия играла такую главную роль этой овчарки, антироссийской, антибелорусской, то сейчас эту постыдную роль передали Польше. Ну вот так она с этим и живет. А вот эти маневры, это все, извините, до реальных боевых действий, если не дошло, это все мышиная суета с таким толстым соусом пропаганды. И если вернуться все-таки к саммиту ОДКБ, который прошел в Минске, там было сделано еще одно заявление, оно, опять же, так или иначе связано с этим тактическим ядерным оружием, о том, что мы просто учимся так называемому дипломатическому этикету у тех, кто сделал язык силы превалирующим на международной арене. А вот хотелось бы услышать ваш прогноз, Виктор Николаевич. Когда-нибудь мы сможем вернуться к нормальному дипломатическому языку? Знаете, как говорил Громыгра, лучше 100 дней переговоров, чем 1 день войны. Я думаю, что это случится не скоро, потому что разрушены даже самые элементарные нормы дипломатических действий дипломатического языка. Вы посмотрите, сколько договоров порушено, порушена система безопасности. Ну, разве можно говорить о президенте Соединенных Штатов Америки, который там хотя бы в адрес Путина какие-то недипломатические слова бросает? Это уже говорит о падении не то что политических или дипломатических нравов, вообще человеческих нравов. И это президент Соединенных Штатов Америки, который нас учит и вас, и нас учат там этики дипломатические и так далее. Это великая грусть нынешних времен. Правительства перестали соблюдать дипломатическую культуру. И вы знаете, я теперь только жду, чтобы еще с какого-нибудь МИДа, открытым текстом не прозвучал мат. Я думаю, что до этого мы тоже скоро дойдем, если дипломатическая этика будет рушиться такими же катастрофическими темпами. Ну, украинские дипломаты уже позволяли себе ругаться чуть ли не матерным языком, ну, вспомнить хотя бы знаменитую ливерную колбасу, так что, ну, наверное, недалеко до этого все. Да, да, безусловно, это один из ярких фактов, который подтверждает и вашу, и мою правоту, да. И тем не менее утираются и дружат, вы знаете, утираются и дружат. Мне часто думается в таких случаях про Японию, на которую в Соединенные Штаты, помните, бросили атомную бомбу, да. Я не удивлюсь, если скоро Токио поблагодарит Вашингтон за то, что он в 40-м году нанес этот вопиющий варварский удар по Японии. Забывается, все это забывается. Но вы знаете, НАТО и вообще вот это европейское сообщество в подчинении Соединенным Штатам Америки ведет себя как банда. Вот что бы ни сказал Вашингтон, все это одобряется, вы видите, да. Не обращается внимания ни на бульгарный стиль дипломатии, ни на язык, ни на кощунство и так далее. Ну, в общем-то, как все, как в хорошей банде. Ну, если все-таки вернуться к теме военно-промышленного комплекса, скажем так, то, не знаю, слышали вы или нет, я думаю, что, скорее всего, слышали о том, что в белорусскую армию поступила на вооружение новая модификация Полонеза, Полонез-М. И американский журнал Military Watch назвал ее самой опасной РСЗО в Европе. А вот вы как бы оценили наш так называемый ответ Хаймерсон? Ну, я прежде всего хотел бы искренне поздравить белорусских конструкторов, ученых, инженеров, технологов. Они действительно создали большое оружие. Да. Оно заслуживает комплиментов не рекламных, а реальных. Я хорошо знаю, что собой представляет Полонез, и, конечно, с некоторой завистью иногда поглядываю на это оружие, которое нам бы, наверное, сегодня пригодилось на поле боя. Я не исключаю, что со временем оно может появиться. Но мы просто не хотим подставлять Белоруссию. Это, во-первых. Оценки, которые дает Запад этому оружию, вы знаете, они много врут. Они часто унижают, вы знаете, вот все советское, белорусское, российское оружие. Они часто так вот дуболомно унижают. А здесь хоть редко, но начали говорить правду. Они обсыпали Полонез жирными комплиментами. Ну, и я следом за ними хочу сказать, не верете. Не верете по концу. Это действие, ну, надо же говорить и больше. Ведь в Белоруссии создались не только Полонезы. В Белорусской ВПК способен создавать некоторые приборы, не буду говорить какие, некоторые виды боевой техники, которые, в общем-то, стоят в авангарде мировых образцов. Я вам только один пример приведу. Ведь у нас прицелы на лучших танках где родились, а где, рядышком, наши сестры Белоруссии. И мы гордимся этим и так далее. Вот вам. Это еще один признак того, что мы глубоко интегрированы в военно-технической области. И вот эта интеграция, она нам приносит взаимные плоды. Вообще объединение белорусских и российских мозгов в оборонной области, оно достаточно результативно. Я думаю, что так и дальше будет продолжаться. Вот да. Если говорить об этой, как вы сказали, интеграции военно-технической области, то как вы считаете, по каким направлениям наши страны могут, ну, скажем так, подсобить друг другу, если говорить об импортозамещении в оборонке? Ну, вы знаете, что мы уже и так подсобляем друг другу, да. Ну, давайте приведем самые свежие примеры, да, самые свежие примеры. Ну, во-первых, вы знаете, что у нас есть объединенная группировка. Вот вам факт этой самой военной интеграции. У нас общая докриняция. Я вот сюда вот развиваю, да, мысль. У нас некоторые есть общие, так сказать, взгляды на возможные будущие войны, на применение ядерного оружия. Мы ради укрепления безопасности Белоруссии, вы знаете, поставили и Искандеры, мы поставили и ядерное, оперативно-тактическое, надо подчеркивать, ядерное оружие. Вы знаете, а? И, конечно, конечно, долго. Я просто, я кулачок держал, когда батька несколько раз говорил Путину, или там Шойгу говорил, вот, нам бы С-400. Мы затягивали это до определенного момента, а потом поняли, что это надо делать. Братьям нельзя отказывать. Конечно, я понимаю, что Белоруссии хотелось бы больше. Дорогие братья, все вы получите, но только поймите, в какой мы сейчас ситуация. Нам надо сейчас решить одну проблему вон там, на югах украинской, а потом мы будем расширять интеграцию и не только поставка хорошая. Вы знаете, у Белоруссии есть много чего, чем можно поделиться с российской армией в нынешних условиях. Мне бы сейчас не хотелось раскрывать белорусские карты, чтобы не подставлять братья Белоруссии, но я вам хочу сказать, что по некоторым видам и боевой техники, и, мягко скажу, боеприпасов, Белоруссия нам способна помочь, а может уже и помогает, но об этом я вам не скажу. Ну, вот, как вы сказали, да, России нужно решить свою проблему, вполне определенную, на югах. Но, мне кажется, я, опять же, не хочу делать никаких прогнозов, предсказаний, но все идет к тому, что эта проблема постепенно разрешится, может быть, даже как-то сама собой, учитывая то, что внимание Запада, оно в значительной степени притянуто на Ближний Восток, а все больше стран Европы, да и США те же самые, они от прежнего уровня помощи Украине уже начинают понемногу отказываться. Вам так не кажется? Я очень внимательно, тотально слежу именно за этим аспектом вопроса, о котором вы говорите. Да, когда началась израильско-палестинская война, действительно, внимание и Вашингтона, да и НАТО в основном, и ряда европейских стран переключилась, безусловно, на Израиль. Израиль стали отваливать и деньги, и боеприпасы, и ракеты. На помощь Израилю пришла и военно-морская группировка, вы знаете, да. Ну и в Киеве очень серьезно замандражировали. Да, но я бы не сказал, что это может быть радикально, радикально отличет Запад от помощи Киеву. Тем не менее, помощь продолжается, конечно, не в таких объемах. Конечно, идет очень серьезная свара в том же Американском Конгрессе. Вы же посмотрите, республиканцам удалось сломать намерение Байдера выделить одним пакетом, там, по-моему, более 100 миллиардов, или 114 миллиардов на Израиль и на Украину. Это же не прошло. Вот эта ситуация, она внесла серьезную свару и в американские большие политические круги. И вы видели, что все-таки отдельным пакетом финансовая помощь пошла Израилю. А Зеленский замандражировал, ну, тогда этому хлопчику, который, извините за выражение, стал сопли пускать туда, был командирован, вы знаете, Ллойд Осин, который дал Зеленскому приятную таблетку в виде 100 миллионов долларов. Докладываю братьям белорусам. 100 миллионов долларов – это примерно 12-14 танков. Вот это помощь. Естественно, такое количество танков погоды не делает. Но в целом с вами нельзя не согласиться, что поменялась картина и финансового, и финансовой, и оружейной помощи Украине. Что вызывает, безусловно, очень серьезный мандраж Киеве. Но я не думаю, что израильско-палестинская война будет вечной, хотя мы не можем предсказать, когда она закончится. Потому что можно говорить, что она начинает потихонечку угасать. А с другой стороны, мы слышим заявление министра обороны Израиля Галанта о том, что мы будем душить до конца. Будем дальше разрушать, наносить эти террористические удары. Вообще, я вам скажу, что Израиль ведет себя как страшный террорист. Вы знаете, мне показалось, что вот эти бомбежки в Газе, они гораздо страшнее, чем это делали игиловцы в Сирии. А мы, Запад, а Запад молчит. Вот понимаете, вот это лицемерие, вот эти двойные стандарты ярко очень смотрятся на фоне вот тех событий, где израильские террористы продолжают издеваться над палестинским народом. Давайте внесем ясность. Я не аплодирую нападению Хамаса на Израиль 7 октября. Я не аплодирую. Я не занимаю сторону Хамаса. Но меня настораживает то, что в отместку Израиль стал без разбора убивать детей, которых уже около пяти тысяч там насчитывается, беременных женщин, стариков. Вообще гражданский народ. Зачем казнить безвинный гражданский народ, если перед вами же вы сами сформулировали задачу, что нам надо уничтожить Хамаса? Так уничтожайте, уничтожайте. А пупок-то слабый. Потому что инструменты нужно было не тупые террористически использовать, как это делает Сахал. А нужно было другие инструменты. Если вы хотите выкорвить Сахал из недр Палестины, так вы и применять все другие инструменты. Но гражданских людей не трогайте. А тут мы боимся почему-то сказать, что Израиль повел себя как террорист. Эта страна террористов. Это я отвечаю за свои слова. Ну, так считаете не только вы. Так считает тот же Эрдоган, например. Он уже делал многочисленные такие вот заявления. Ну и что самое интересное, как вы отметили, это то, что мировое сообщество, оно молчит. Так называемое мировое сообщество. Ну, то есть ООН принимает какие-то резолюции о прекращении огня, о перемирии, но Израилем они во внимание вообще никак не принимаются. Что тоже о многом говорит. Хотя бы о тех же двойных стандартах, как вы сказали. Вы обратили внимание, какая полярность между людьми, обществом, так что мы говорим, да, и правительствами. Вы же видите, не мне вам рассказывать, в Европе выходят на митинги, причем про палестинские, да, руки прочее. Это же говорит о том, Европа кишила за последние месяцы, ведь она кишила этими митингами. Вы посмотрите, даже под носом у Байдена, под балконом у Байдена там есть, ходит митинг. А с другой стороны, правительство занимает другую позицию. Это вот говорит о тех ножницах, которые явно видны между настроем общества, европейских, американских, любых, и правительством. Вот это очень опасный симптом. Хотя хочется верить, что эти правительства когда-нибудь подчешут репы и поймут, что с народом шутить нельзя. К настроению народа надо прислушиваться. Если правители не прислушиваются к мнению народа, они слетают со своих кресел. Да, кстати, об этом очень красноречиво говорит такой факт. Ну, уже относительно давний, но в любом случае сейчас почему-то вспомнился. Когда-то в Германии проводили опрос общественного мнения, и выяснилось, что Владимир Путин там популярнее, чем правящий Олаф Шольц. Что говорит о очень большом, скажем так, разрыве между населением и правительством. Это правда, да. Это в определенном мере даже такой, знаете, нынешний какой-то странный и загадочный политический симптом. Мир меняется, меняется настроение общественное. Вот это, мне кажется, некоторое вение времени. А вот во что это выльется, ведь очень важно, чтобы под давлением народа правители корректировали свой курс. Но они упорно не хотят это делать. И вы наверняка знаете почему. Потому что США сколотили банду, я не побоюсь сказать, тоже натовской, которая тупо подчиняется указаниям Ашентона. Вы знаете, в Европе ведь сегодня можно по пальцам пересчитать страны, которые сбросили на мордник американский и на американский поводок. Да? Да. Ну, что вам говорить про Венгрию, про Словакию. Там еще просыпается один товарищ где-то в скандинавской стороне. Да. Вы видите. И надо отдать должное. Великую политику проводит самостоятельно. Вот где суверенность. Вот для меня образец суверенности. Его бьют по голове. Его стращают санксами. Ему говорят, что мы задушим твой Венгрию. Ему говорят, что венгерский народ тебе на ржавых виллах выбросит из кабинета. А он все равно гнет свою политику. Кстати, Венгрия единственная страна, которая не помогает Украине оружием. Гуманитаркой – да. И надо сказать спасибо. Спасибо этому человеку, который сегодня руководит Венгрией, которому хватает здравомысля в этой непростой ситуации. Ну, кстати говоря, лучшие друзья украинцев-поляки. Они тоже как-то уже менее охотно помогают Киеву. Вот вспомните те же протесты на границе. Не протесты, а настоящую блокаду, которую там устроили дальнобойщики. То есть сначала зерно, потом граница. Такое ощущение, что просто ищутся поводы для того, чтобы поскорее скинуть Киев. Да, Польша ведет себя по-разному. Польша ведет себя пестро. С одной стороны, она представляет аэродромы, железнодорожные дороги для поставок западного оружия Украины. А с другой стороны, она вот втянулась в грызню, вы правильно сказали. Сначала зерно, потом яблоки, а теперь уже вот эти длиннющие по 10 километров очереди дальнобойщиков. И вчера уже было заявление, Польша обращается к украинскому правительству разблокировать и так далее. Вы посмотрите, были же и на уровне первых лиц была грызня, и Зеленскому очень серьезно Варшава щелбан давала и так далее. Ну, я человек такой, вы знаете, ехидный. Я должен сказать прямым текстом. Мне нравится, когда они грызутся. Чем сильнее грызутся наши враги, тем легче нам придется решать свои стратегические задачи. Если это ехидство, то я, наверное, тоже ехидный в таком случае. Но здесь еще такой момент. Решать свои задачи. Тут в завершение нашего разговора хотелось бы вернуться еще раз к прошедшему саммиту ОДКБ, а точнее к реакции Запада на этот саммит. То есть, ну, я уверен, вы так или иначе следили за тем, как они реагировали на него. И, как правило, ни заявление Лукашенко, ни заявление Путина, ни заявление Такаева там особо тщательно не разбирались. Все, что их волновало, это отсутствие Пашиняна на саммите. А почему они вдруг стали так обеспокоены Арменией и ее дальнейшей судьбой в организации? Как вы считаете? Дорогой брат, давайте говорить друг другу, как всегда, беспощадную правду. Армения все дальше и дальше отходит от России. Все дальше и дальше отходит от ОДКБ. Я не исключаю, пусть меня покарает суровая власть моих сограждан, я не исключаю, что с то временем Армения может поставить вопрос о том, что русские убирались из Армении. Это и касается нашей базы. Это касается пяти тысяч пограничников. Российские пограничники охраняют государственные кордоны Армении. Ну и что мы имеем в итоге? Да, вы знаете, в глобальном смысле потеря Армении, это значит ослабление нашего российского влияния в этом регионе. Это правда. И надо говорить об этом в глаза, честно, не виляя хвостом. Но у меня есть одна надежда, что Пашинян, это еще далеко не вся Армения. Армения – это еще и здоровое армянское общество, которое всецело, в общем-то, настроено на дружбу с Россией, на нормальное существование в рамках организации договора о коллективной безопасности. Но это одна сторона вопроса. С другой стороны, опять-таки, политика народа не расходится. Ведь вы посмотрите, насколько мерзко Пашинян анализовал армяно-натовское американское учение. Прямо вот там, вот там вот, прямо на территории Армении, вы видите, да? Я думаю, что Пашинян уводит от нас Армению. Успеет ли он это сделать? Окончательно объявить о разрыве с Россией, с ДКБ? Я не знаю. Все зависит от позиции народа. Повторюсь, а народ в Армении разный. Вы знаете, тут и по-другому размышляешь. С силком Пашиняна мы не можем заставить существовать в ДКБ. Ни в коем случае. Это все равно, что жениться на девушке, которая не хочет за тебя замуж. Мы до этого никогда не дойдем. И перед Арменией никогда на колени не ставим. Обойдемся. Обязательно. Пашинян с МОЗа России легче, да? А с другой стороны, с другой стороны, есть очень важный стратегический вопрос. Мы ни в коем случае вообще не должны терять свое влияние, по сути, на ключ от важнейшего, стратегически важного для России региона. И я думаю, что Россия сейчас сделает многое для того, чтобы немножко отрезвить Пашиняна, немножко повернуть со скрипами его шею, повернуть в сторону России. Но с хрустом поворачивать его будет не Москва, а будет его величество армянский народ. Да, об этом сегодня мне печально говорить. Мне говорить о том печально, что Армения все-таки ведет себя как фрондер в составе ОДКБ. Да, мы, конечно, внимательно анализируем. Мы не сидим. Я вам даже, белорусский брат, побольше скажу впервые, что мы ведем активные, не рекламированные переговоры со здоровой частью так называемой политической элиты Армении. И я не исключаю, что завтра, послезавтра, через месяц, ну, армянский народ еще скажет свое слово. И Пашинян, на мой взгляд, очень серьезно пожалеет за свою политику. Ну, что ж, в таком случае будем надеяться, что этот вопрос удастся решить быстро, спокойно и, самое главное, безболезненно. А вам, Виктор Николаевич, спасибо большое за эту беседу. Как всегда, было интересно с вами общаться. Спасибо и вам. Пообщаемся еще не раз, брат. Всего вам доброго, дорогие зрители, мои белорусские братья. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok